Уважаемые коллеги, из 22 депутатов в заседании присутствует 14, но правомощность ждать свою деятельность. 13-е заседание Совета депутатов муниципального образования Министерства городского поселения. Позвольте мне поздравить Олега Михайловича Кривенкова с наступившим днем рождения. У нас было воскресенье. Спасибо. Поздравляю вас. В работе Совета депутатов Министерства городского поселения, мимо участия, заместитель главы Ланда Челана Рождественская, глава администрации муниципального образования Министерства муниципального района Гешили Викторович, представитель прокуратуры, помощник Министерства городского прокурора Марина Александровна Кущева, заместитель главы администрации руководитель структурных подразделений, средства массовой информации. Информация о содержании, санитарной очистке и уходе территории, закрепленном с установленными правилами внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального поселения. Одним из видов деятельности МГУ службы заказчика является выявление нарушений требования правил внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения, в том числе владельцами зданий и сооружений. Мониторинг состояния территории города Киндисепов производится ежедневно сотрудниками турбозаказчика, как самостоятельно, так и по информации, полученной от граждан и организаций. Периодически проводятся совместные комиссионные рейды с сотрудниками комитета ЖКК, депутатами, с органами внутренних дел. В июне этого года на прошлом деле был проведен совместный комиссионный рейд, выход с участием сотрудников турбозаказчика, комитета ЖКК и средств массовой информации. По результатам этого мероприятия было выдвинуто 6 уведомлений для устранения нарушений. В дальнейшем, после выдачи этих уведомлений, МКУ служба заказчика осуществляет контроль за исполнением выданных уведомлений. И в случае неисполнения в сроке указанных уведомлений, составляются административные протоколы. За 5 месяцев этого года составлено 444 административных протокола. Есть территории, которые имеются в муниципальном образовании, переданы на содержание, мы заключили контракт и их содержат. Есть территории, которые находятся в чьей-либо собственности или это управляющая организация. А вот именно, что никто, есть такое понятие, пескоз, ничель. Есть такие территории, они убираются разово по выявлению. Но это, наверное, вопрос не поможет. Мы говорили как раз-таки на комиссии нашей об этом. В моем округе есть участок, который нигде, ни за кем не закреплен. И для того, чтобы он убирался. Но это не мой участок, но так вот совместный он с моим и с синим округом. Есть такой участок, который я уже давно говорю, пожалуйста, кому-то закрепите. И все мне говорят, это не наше. А что это за участок? Это, я уже говорила, что это за пятой аптекой. Вернее, за аптекой, где пятая школа. Там такой садик есть, в котором все время что-то сносится. Там постоянная свалка. И ко мне люди, жители обращаются, мои избиратели. После чего я кому-то прошу и кто-то убирает. Довольно приличный кусок. Никому не передают. Там все, время растет трава и мусор. И после неоднократных писем на зайцев, то когда начинают косить. Уже змеи поползли. Дети ходят, то сирень ломают. И полосы, которые относятся тоже к городской территории, тоже не косят. Тогда будут косить, непонятно. И сколько можно писать письма. Оттяженность им все покажет. Она закреплена, не закреплена. Значит, ее содержание не финансируется. И надо как-то оформить или за кем-то закрепить. Вы знаете, давайте тогда совместно будем думать об этом вопросе. Он не должен. Правила благоустройства, которые были изданы в 2006 году. Хотелось бы, во-первых, наверное, их получить. Я, на самом деле, давно это не читала. Это первое. И вам не кажется, что их уже надо немного редактировать. Что касается, может быть, по вывозу крупногабаритного мозга. Почему? Потому что вот на моем участке постоянная проблема. Это Криковская 6А, где переданы углубленные контейнеры ТСЖ «Уют». И со всего округа, со всех домов приносят туда крупногабаритный мусор. Это проблема. А ответственность за это несет ТСЖ «Уют». Оплачивать должны они. Не кажется ли вам, что все-таки нужно будет, чтобы население, поскольку это имущество крупногабаритного и строительного мусора является имуществом, собственностью людей, которые проживают в квартире. Не кажется ли вам, нужно уже разработать вот такие правила, чтобы все-таки вызывать машины, чтобы люди сами отгружали этот мусор крупногабаритный. Чтобы не создавать вот такие вот проблемы на мусорных, так сказать, накопителях. Просто я сейчас не готов сказать, как вот механизм будет контроля. Мы можем обязать, а контролировать, вот вывозят ли они самостоятельно или просто выносят. Нужно работать с соответствующим организациям. Это определенная должна быть проводиться работа. Но она должна уже проводиться. Созданный у нас есть телефон, когда гражданин может позвонить, когда он делает капитальный ремонт своей квартиры. Меняет дверь, окно, выкинуть холодильник, чтобы за деньги к нему приехала машина и вывезла крупногабарит. Условия у нас эти созданы? Созданы. Граждане информируются периодически в газете, в газете, в бегущей строке, в телевидении, в интернете, на сайте администрации. Если эти условия есть, то тот гражданин, который выносит диван или окно к ТБО, где твердобытовые отходы собираются, он нарушает правила. Он оштрафователь. Почему не штрафователь? Почему у нас оказывается гражданин, гражданин оказывается с окном у твердобытовых отходов? Этот гражданин, значит, а, неинформирован, б, информирован, но он просто в нагло это все выносит. Ну, давайте вещи своими именами называть. Приняюсь, значит, объяснить немножко ситуацию. Там, где у нас управляющая компания, в тариф по вывозу мусора и по содержанию общего домового имущества, входит в вывоз именно крупнокабаритного мусора. Он входит в тариф. Там, где у нас ТСЖ... Нет, где? Да, входит, находит, 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 в тариф, входит в тариф. А там, где у нас ТСЖ, ТСЖ напрямую заключает договор о вывозе мусора. У нас есть, значит, по объемам вывоз мусора и отдельно, значит, если в ТСЖ производятся какие-то работы, то они, значит, дополнительно заказывают, ГТС заключает договор и вывозит этот мусор. Я хотела бы сказать, что можно решить данную проблему, как это решается вот в нашем ТСЖ. Мы закрываем данную площадку для того, чтобы люди с посторонних домов не могли принести на площадку крупнокабаритного мусора данного ТСЖ. И собственники ТСЖ уют не платили за визу. Невозможно огородить, совершенно невозможно. Причем вот этот углубленный, рядом с углубленными контейнерами возят, несут со всех сторон. А отвечать должен ТСЖ уют. У него нет столько денег, столько возможностей, чтобы платить за этот мусор. Мы за собственником дома что-то, мы записывались с приседателем ТСЖ уют именно по этому вопросу. Я хотелось бы коротенько, пожалуйста, за внимание. Значит, вы абсолютно все правильно подняли вопрос о том, что существует порядок, утвержденный, существует за него ответственность, поэтому необходимо выявлять и наказывать. Также звучало у докладчика про незакрепленные городские территории. На примере, который подняла Любовь Васильевна, территория официально закреплена. Она входит в схему санитарной разведки города. Это городская территория. Более того, ежегодно заключается муниципальный контракт на ее очистку и уборку. На текущий год, значит, он также существует. Там и дворовой проезд, и конкретно этот сквер в размере двух с половиной тысяч квадратов. Насчет того, что не поймать людей, значит, периодически выезжает комиссия, периодически приглашают председателя ТСЖ якобы для составления протокола. После коротких уговоров вывести мусор все заканчивается, протокол не составляется, как мы не настаиваем на этом. Те, кто знакомы с КАПом, понимают, что это, в общем-то, некоторая форма давления, связанная со злоупотреблением. Вот хотелось бы докладчика спросить, но он ушел. Значит, у нас существует три документа, которые в результате оформляются для случая нарушения права благоустройства. Первое, это чем занимается служба заказчика, сейчас об этом было сказано, то есть оставляется акт и делается фотография. Эти материалы направляются муниципальному служащему. Дальше муниципальный служащий вызывает лицо, нарушившее, то есть он открывает дело, как любой, извините, сотрудник ГИБДД. В случае нарушения таких же правил дорожного движения. И в течение двух месяцев максимум нужно разыскать человека, пригласить к себе и составить протокол. Вот этот протокол составляет проблему составления на месте, о чем было сказано. То есть, когда человек выходит на улицу, выносит мусор, он, извините, может не иметь с собой паспорта. Наш сотрудник в штатском не будет понят им, когда ему скажут, предъявите паспорт, я хочу оформить протокол. Извините, в ответ ты не в форме, кто за какой, почему я должен что-то предъявлять. Это практика, как бы, имеет место быть, сложная. То есть мы приглашаем мучительно, но эффект, я вам похоже, доведу, есть. Но в случае, который сейчас был обозначен по Крековскому 6-я, я считаю, что это частный случай. Это конфликт юридического лица, товарища собственника жилья, который несет повышенные расходы из-за того, что жители соседних домов, по их мнению, пользуются близлежащей к оперной площадке. Это не общая, как бы, проблема по городу. У нас в тех микрорайонах, где управляющая компания, например, управляет многим количеством всеми домами, таких конфликтов нет. У нас такая же проблема есть в улице Строителей. Там у нас 4 управляющих организации вокруг, и отбой, и единение, и отдельные товарища собственников жилья, и управляющая компания. И мы два года назад составили соглашение, оно работает по долевых, так скажем, оплате долевой. Это Росу, в данном случае, который вывозит этот мусор. А результаты деятельности административной комиссии Новгорода Египетского муниципального района за 2014 год. Я председатель ТСЖ «Воюз» Хомутенко Сергей Васильевич. Работаем мы с 2008 года. В 2011 году была муниципальная программа о строительстве заглубленных контейнеров площадки. Спасибо городу, она была со встречицей. 266 тысяч, они нам дали, мы доплатили еще, доставили 280, и, значит, появилась площадка для сбора, как говорится, ТБО заглубленного. Маленькая площадочка. Ну и, соответственно, не было там крупнокомаритного мусора, не предназначено было. Потом он начал обрастать диванами, кроватями и всем остальным. По-первых, мы сами справлялись. Три дома у нас там, наши три дома, которые населились, три пятиэтажки. Справлялись с этим делом. Но потом, когда я посчитал цифры, которые мы выплачиваем для этого мусора, и которые тащим со всех концов, там поскольку позволяли, какой тащится. Соответственно, жители сказали, Сергей Васильевич, а что это мы платим за весь город? И сказали мне, не платить, не платить, пока не разберемся. Со всеми инстанциями у меня уже были проведены встречи, беседы, и письма были, всевозможные переговорные. Но вот вы последняя инстанция остались. Последняя инстанция городская, это вы, взятку на удателе. Я вот обращаюсь к вам, окажите помощь. У нас я вот вчера прошелся по площадкам, по площадкам прошелся в своем районе. Две площадки стоят на восточной площадке, одна там сейчас загромождена, колеса, все доваляется. Другая почище, убрали, вчера убирали одну площадку, и там между восточными домами тоже убрали площадку. Он говорит, полная, я с этим ребятам только выбираю, полная, особенно в понедельник, полная. Все везут туда. Из-за города даже везут в город и бросают, вот этих оттенеров. Построить, прошу вас, прошу вас, оказаться действием, может, провалить компанию. Хотя бы еще две площадки, всего четыре у нас. В нашей территории, только до Большого, до Бульвара, значит, четыре площадки. Четыре площадки. Из них одна тоже не оборудована, там на тепло... Этих сетях стоит площадка, так просто, видите. Не оборудованы площадки. Хотя бы два еще поставить. Это передать в одни руки от организации сбора в городе до складирования на мусорной свалке. Один человек. Вывести с тарифа эту цену на отдельную питание, с водоканалами, с теплосетями. И люди, что напрямую платили бы им, этой организации. Они, как предприниматель, платят. И вам было бы легче спросить кого-то. И Василий, сейчас кратенько подытожить. Я услышал, во всяком случае, президиум, что пришли к выводу о том, что без организации плановой системы по очистке города, по поддержанию в чистоте, которая, кстати, возложена на муниципалитет, частным образом, как штрафование граждан, мы вопрос не решим. Вернее, выгибы вместе с вами. Поэтому я очень надеюсь, что эта работа будет организована на должном системном уровне. И в связи с этим остается один единственный последний вопрос. У меня в течение нескольких лет под окном огромная гниющая свалка. Фотографии все у вас. Мы определились, что это земля муниципалитета. Мы определились, что она закреплена за городом в схеме очистки. Служба заказчика с этим не спорит. На текущий момент есть действующий муниципальный контракт на ее очистку, который подразумевает раз в двое суток уборку этой территории. Две с половиной тысячи квадратов. Ни разу за эти пять лет там не было ни одного человека, ни уборочной техники, никого. Хотел бы вот этот вопрос в присутствии сал прокурора и с службы заказчика. Он как-то решился. Уважаемые депутаты, административная комиссия муниципального образования и сельскохозяйственного района является региальным органом, созданным в целях рассмотрения дел областных правонарушениях, пределах полномочий, становяя областным законам областных правонарушениях. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с кодексом наследственной федерации о правоорушениях, областных законах 47 УЗ, положением административной комиссии, которое предоставлено в соответствии с решением всех депутатов 6 февраля 2013 года. Персональный состав комиссии утверждается восстановлением администрации. В связи с принятием федерального закона 344 УЗД о внесении изменений в бюджетный комисс, штрафы за несоблюдение муниципальных правовых актов с 1 марта 2014 года зачисляются в бюджет муниципальных образований. Начислено средств 242 800 рублей. Добегая вперед, скажу, что у нас за нарушение суммы штрафа. Калибрица от видонарушения от минимума 500 рублей с физического лица до 2000 и доходит на юридическое лицо до 25 тысяч рублей. В 2014 году было проведено 22 заседания комиссии. Мы их проводили в среднем раз в две недели. Рассмотрено 312 материалов, протокол об административных правонарушениях. То есть я вот говорил о трех видах документов. Первый, повторюсь, это акт. Второй, это протокол. И третий, это постановление. Потому что постановление выпускает административная комиссия. Здесь конечно присутствуют, которые являются членами этой административной комиссии. Рассмотрено на 409 материалов по статье 4.1. Это за парковку машин в неустановленных местах. И четыре постановления по несанкционированному выбросу мусора. Кроме того, три за постановление земельных работ по благоустройству территории. И надлежащим образом. Скажу о проблемах. Проблема одна. Последний момент. И вот, подвигший. У нас перестала полиция составлять протоколы по данному областному закону. И по сути дела остается в ее внимание отдельной статьи областного закона. Например, это статья 2.6. Это нарушение стишины и покоя граждан в течение 24 часов до 7 утра. По сути, к нам приходят письма с полицией, что они провели беседу с нарушителями. Отправляют к нам. Мы не вправе составить протокол. Нам не переданы полномочия. Одним они ушли. То есть они до прошлого года составляли. И вот второе, что нам нет, это за нарушение правил охраны жизни людей на многих объектов. Выход на лёд. Тоже протоколы полиция не составляет. Я считаю, что это ваше правило говорить, что нужно за мусор принимать, вот что это штраф. Я не думаю, что штраф, например, за неправильный потокол может принимать, потому что у нас нет альтернативы. Тем самым вызывать на себя вне жителей. Потому что у нас нет потокола. А вот по мусору, я думаю, что даже тех людей, которые будут говорить, доносить какие-то телефоны, значит, обозначить для людей, которые могут позволить и сказать, что мой сосед вылез. Мусор, значит... Здесь положительный опыт недалеко от нас. Значит, нужно посмотреть. Исходя из сегодняшней правовой базы, всё-таки надо в эти вещи входить и надо с ними разбираться. И самое главное, нужно создать институт. Не компаниейшн, а институт. Чтобы он работал, независимо от того, что председатель комиссии Фёдоров или кто-то другой, чтобы этот институт работал. И люди понимали, что если он совершил этот проступок, выбросил он там, где мусор, он будет за него отбежать. Нужна комиссия, которая бы строго по 3-м правовым устройствам штрафовала, отслеживала, урала решила. Нет, без гражданских права отношений. Если мы сегодня с вами установили лицо виновное нарушение правил этих, и мы убрали этот мусор, заактировали, зафиксировали гражданско-правового порядка, и мы с них можем эти деньги взыскать с виновных лиц. Не пойдут в бюджет. Тут надо юристам, комитету, юридическому комитету и администрации, и юристам совета вместе сконсолидироваться, подумать на эту тему. Поддержку на федеральном уровне не получили. Я бы не согласился с своим коллегой, депутатом. Я думаю, что за парковки тоже не по важному месте надо штрафовать. По 10-15 минут ищут место и никогда не позволят себе ставить машину в неположенном месте. Ага, есть следы, которые этого допускают. И еще второй момент. Если с мусором, то надо сидеть в засаде и ждать, когда наконец-то он появится, чтобы предъявить ему очень многое соблюсти. То здесь машина стоит в конкретном номере, и тут все понятно, что нарушается, как нарушается. А если, например, мы создадим парковочные пятна, многоярусные такие, вот мы их создали, и тогда уже начинаем штрафовать. Если он не ставит на парковку, на платную парковку не ставит машину, мы его ставим. И нам не поставить немногоярусный, да, мы можем это поставить, но удалить. Человек должен сегодня иметь четкое понимание, если ты купил автомобиль, надо иметь ответственность. Где ночью спит твой автомобиль, да, где он ночует. Если по дому, это уже неправильно совершенно. Он должен к дому приехать, выгрузить сетки, бабушку, ребенка, там, я не знаю, на беж, по беж и все. Но машина должна ночевать в гараже или в парке, или на стоянке. У нас этого нет. Ну, тогда же мы должны с Орлота, значит, ну вот новые микрорайоны территории у нас будут осваиваться, мы должны уже туда закладывать вот все вот это. Вот это все должно, это же смотрим на душу. Судебная комиссия неизысканных денег, просто. Сколько у нас? Судебным крестовым исполнителям направляется материал в течение 60 дней, если к нам не поступает обратная связь, приточек об оплате штрафа. Так вот, судебным крестовым в 2014 году для обыскания административных штрафов было направлено 146 постановлений на сумму 130 900 рублей. Всего окончено исполнительный производств на сумму 65 500, ну, половину. То есть 130 не оплачено, 65 взысканных из неоплаченного продажа. Причем непонятно. Какой может составлять вот теперь только настоящая на муниципальной службе. Если бы у нас это можно было право передать юридическому лицу, то есть мы проторговали, какая-то фирма вышла. Консессию отдать все это делается. Мы можем ее создать на муниципальном уровне, значит, мы ее должны создавать. В Москве это работает. А у нас в городе, у нас в городе, системно, с 8 утра, там, я не знаю, до 8 вечера, муниципальные служащие, как положено, суды в степени уходят, и вот не под точком, звонкам каким-то, да, и звонок принимают, но уходят и звонят, как порядок. И в пакетик, как вот в Нарве, в пакетик раз за лобовое стекло, раз в квитанцию, штраф, и все, и пошел. Систему эту создать тогда юридически, законодательно все. Пока мы не начнем вот так вот системно работать, не будут нас граждане бояться, что их настигнет право судей. Я всегда говорю, что в Финляндии, в Эстонии, везде живут такие же люди. Если там просто условия не позволяют им себя вести неправильно, а у нас условия позволяют себе вести неправильно. Самое демократическое государство в мире, как вот, Россия. Собирайтесь с юристами, собирайтесь с законодателями, давайте законодательную инициативу делать, давайте в ЗАГС собрания обращаться. Тем более у нас опыт есть, тем более Виктор Иванович в Государственной Думе работает, он может по-своему донести эту информацию, но давайте все это готовим. Мы только за это. Давайте, давайте делать, давайте, системно, потому что иначе наш обыватель никогда не будет с нами на одной волне. В целях реализации федерального закона 2008 года номер 159 ФЗ об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, субъектах Российской Федерации и муниципальной собственности, ориентированного субъектом малого и среднего предпринимательства, и на основании обращения ориентатора Николая Сотова Александра Михайловича предлагается дополнить предложение к решению Совета депутатов от муниципального образования Книгосевского городского поселения 2014 года номер 46, разделом 3, включив в этот раздел помещение площадью 414,2 квадратных метра для приватизации в соответствии с вышеназванным генеральным законом. 17 за, против нет, возникло совмещение принято. Проект решения должен быть и пояснительная записка. Основные характеристики бюджета остаются по изменениям, мы предлагаем на сутки изменениям. Вопросы внести в следующие изменения. Перераспределение расходной части бюджета. Приложение к пояснительной записке, у вас есть такая табличка. Какие основные изменения? И я думаю, что, в принципе, этот главный вопрос, который мы произнесем, возьмем перед Советом, это по первой строке. Вопрос на уменьшить ремонт, осоревнования на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов проезда на сумму 1,156,900, а эти средства направить на ремонт автомобильных дорог общего пользования 1,156,900. Сейчас я объясню, что это такое. Это наша доля сопринансирования на ремонт дороги Криковское шоссе. Общая смертная основность 14,229,000 рублей на данной дороге. 7 миллионов нам уже выделено из бюджета Ленинградской области на эту дорогу. 5 миллионов готовится проект распоряжения губернатора Ленинградской области выделением бюджета города 5 миллионов дотаций на сбалансирование с конкретной целевой на ремонт этой дороги. И наша доля остается 2,229,000 рублей. Для того, чтобы обеспечить это софинансирование, необходимо дополнительное сигнование в этом размере. Нам удалось, скажем так, нам удалось, администрация района удалось с области вытащить тот максимум денег, который удалось вытащить. Мы будем делать. Все в этом году полностью Криковская. Мы будем делать театральную улицу, на что вообще у нас не было надежды, но это у нас получилось. Мы будем делать Октябрьский бульвар. В какой-то части максимальной, то что не можем сейчас вам сказать. Вот, то есть мы волевые точки максимально в городе будем ударять. И фрезеровка, которая у нас, я прошу, Евгений Павлович, карь до ведра, чтобы никуда ничего не шло. Сосредоточить и найти возможность нам где-то подсыпать, где-то подкатать, просить подрядчиков, будут катки, где-то что-то делать. То есть привлекать и меня, в том числе, на эти переговоры, чтобы максимально шли вот эти вещи. Надежда Семеновна сказала ключевое. И нам с вами станет жить легче, как только мы освободимся от двух объектов. Это ФОК и ГДК. Мы замахнулись с вами на глобальные две темы, которые, ну, скажем так, если честно, это не авантюра, конечно, но нам не по карману это было. Но мы ва-банк пошли, чтобы это сделать, иначе это бы еще на пятилетку, десятилетку отложилось. Ну, посмотрите, сегодня какая гордость из-за ГДК сейчас мы это делаем. Губернатор Ленинградской области дал нам 24 миллиона еще, да? 24 миллиона еще на ГДК, 10 миллионов мы с Новотека получили, ну, там 8, ну, по-моему, или чем-то. дал нам компания Новотек на все оборудование в ГДК. То есть мы ГДК, ну, я не знаю, к осени в идеале уже, наверное, все запустим. ФОК к осени запустим, и тогда уже в бюджетах следующих лет приоритет наш с вами приоритет будет. Это программная, четкая работа по внутридовому, территориям, по дорогам общего пользования. Потом мы будем переспечить на фасады, на зеленение, на фонтаны, на все остальное. Благоустройство нашего города. Это да. Но сегодня на карте стоят два опыта. Мы с вами. О делегировании депутатов Совета депутатов Максима Городи-Дмитриевна. Мы с ней связывали, самообороны у нее нет, и нам это очень нравится. Максима Городи-Дмитриевна, и подключение оборудования произведено в силовом отсеке, а не в отсеке слабой точки. Подключено оборудование нулевой колодки. Никакого договора у нас в СОУ Руслан не существует. Значит, господин Лалаев не желает заключать данный договор, то есть он присылает образец договора, в котором указаны все его права, но он во всем себя правами обложил, а у нас, получается, остаются одни обязанности. Я вас очень прошу повлиять на данного господина, чтобы, так как эта данная проблема не только именно у ТСЖ Парус, а также у управляющих компаний, и у других ТСЖ, чтобы господин Лалаев заключил договора, чтобы он вынес свое оборудование и подключил в отсеке слабой точки, как положено по правилам действующих электроустановок. Это не мной придумано. Также я бы очень хотела, чтобы он предоставил в ТСЖ схему расположения его мультимедийных сетей и его оборудования. И также я бы очень хотела обратиться к вам, чтобы вы выяснили, откуда электрооборудование потребляет электрооборудование, и кто оплачивает ее. Потому что есть сведения, что данную электрооборудование потребленную этим электрооборудованием платим мы собственники. То есть получается, абоненты оплачивают 350 рублей абонентской платы, плюс того, что другие собственники платят за электроэнергию, потребленную его оборудованием. То есть я прошу вас как-то помочь решить данную конфликтную ситуацию, потому что получается так, что я действую от лица собственников и должна именно в интересах законодательства Российской Федерации действовать и собственников. Потому что я являюсь таким же собственником, как и другие. И не все собственники именно имеют договор с ООО «Руслан». И получается, если неквалифицированные сотрудники ООО «Руслан» полезут в силовой отсек, на нулевую колодку, может произойти обрыв нуля, и все оборудование по подъезду, например, с какого-нибудь подъезду просто погорит. Я не могу этого допустить. ООО «Руслан» выглядит следующим образом. У нас нет договорных отношений ни с одним из операторов, которые информационные услуги оказывают по всему городу. Это не только кабельное телевидение, о котором говорили, это также интернет-провайдеры, это Кинг Онлайн и другие, которые воздушные линии размещают на кровлях этих зданий. В идеале, я знаю, куда мы должны прийти. В идеале это подземная кабельная панализация. И чтобы каждый житель дома не самостоятельно заключал договор с каким-то оператором, а чтобы пришел оператор в дом, сначала председатель ТСЖ на каких-то условиях его пустил в дом, а дальше бы люди могли разобрать информационную услугу, ШПД называется, полосный доступ, на каждую квартиру. Тут, что транзитные линии связи проходят частно через эти три дома, и в конце, вот я знаю, Татьяна Викторовна жаловалась, как раз в те дни не было телевидения. И для того, чтобы осуществить ремонт, требовалось проникнуть на кровлю, попасть туда и еще какие-то ремонтные мероприятия. То есть страдал, так скажем, микроайон какой-то города от того, что были проблемы на территории вот этого ТСЖ. До этого, когда пришла, значит, группа монтажников и сказали о том, что будут демонтировать старые сети и будут монтировать новые, я сказала, пожалуйста, напомните господину Лалаеву, чтобы он заключил договор. Потому что я не могу допустить, во-первых, не показывается удостоверение, не показывается вообще ничего. Спасибо. 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 Спасибо.